Доброе утро, Настасья. Доброе утро, телезрители. Да, вот видите, в моих руках сейчас такая маленькая-маленькая шестеренка, но она совсем не простая, она распечатана как раз-таки на 3D-принтере. Вы представляете, какими семимильными шагами идет прогресс, пока мы с вами об этом не подозреваем, мирно где-то там пьем чай и даже не думаем о том, что в это время в науке, в мире происходит. Пообщаемся мы с Денисом Майоровым, это, собственно, участник сегодняшней битвы, которая состоится, молодой ученый. Денис, держите шестеренку вашу. Расскажите, на чем она распечатана, как так вообще получается и какие еще изображения можно распечатывать на 3D-принтере. Доброе утро. По поводу 3D-принтера. Фактически это устройство, которое может взять любую трехмерную модель на компьютере и преобразовать ее в реальность с пластикой, из металла, из других интересных материалов. Это могут быть как инженерные детали, так и вплоть до того, что можно отсканировать человека в изображении и распечатать копию человека, так сказать, небольшую статуэтку. Да, маленькую статуэтку самому себе. Хотите себе статуэтку маленькую? Пожалуйста, обращайтесь. Вообще, это архитектура, медицина. И, к слову, о медицине. Как раз с нами буду выступать с вопросом медицины. Будет заключаться фактическое выступление в чем? То есть, если у человека отсутствует участок кости, 3D-печать может помочь его вырастить. Притом вырастить не каким-то заменителем, а совершенно настоящей своей родной костью. Думаю, в будущем это будет серьезный шаг в медицине. А как ее потом вживлять будет? Вживлять нормальным стандартным образом. Просто идея в том, что сам имплантат растворяется, а вместо него растет здоровая кость. И 3D-печать позволит сформировать нужную форму. То есть, как эту шестеренку, так же и нужная форма кости какой-либо будет сформирована прямо в организме. А как получается этот материал, который, например, натуральная, родная, человеческая кость? Как материал этот взять? Где, как? На самом деле все очень просто. Делается очень-очень мелкая сетка, такая трехмерная, из пластика. Пластик, полимер, молочная кислота, известный организму материал, который просто растворяется внутри организма. Но эта сетка наполнена белком, который стимулирует рост кости. То есть, кость растет, а пластик растворяется. И таким образом, грубо говоря, как из пластилина можно лепить что-то внутри человека. Вы сегодня будете представить именно этот проект сегодня на битве? Да, именно его. Пожелаем вам удачи. У нас еще, получается, 6 ученых всего, да, будет? Да, всего будет 6 ученых. Вот один из уникальных молодых ученых, который сегодня выступит на битве. Я приглашу сюда Дарью. Дарья, доброе утро. Один из организаторов. Ко мне поближе, пожалуйста. Дарья, расскажите, пожалуйста, как будет проходить эта битва, кто жюри, сколько участников, 6 знаем, да, как будут определять победителя. Хорошо. Битва будет проходить в формате стендап больше, вот. 6 ученых из Красноярска будут представлять свои научные разработки. И в конце зрители будут же судьи. Лучшего выберем с помощью аплодисментов, а аплодисмент фиксируется с помощью шумометра. Вот, да, у нас в руках, покажите, пожалуйста, как он работает. Представляете, мы не просто так аплодисментами, мы… Да, все научно. Да, все научно. И вот он показывает, сколько ты сбил сейчас. То есть, вот пока мы сейчас говорим, да, я могу громче говорить, он, соответственно, будет фиксировать. А, вот видите, да, вот я сейчас еще раз повыше голос, и он будет 82, сейчас показал. Да, вот с помощью него будем фиксировать. Ну и лучшему по традиции дарятся боксерские перчатки, ну то есть это как поединок, ринг, вот, боксерские перчатки лучшему. А какую-то потом разработку вот ученого, которая, больше всего, заинтересовала зрителей, как-то будет продвигать дальше, как это будет поддерживаться? Ну, да, мы о ней пишем, то, что победил вот этот ученый с такой-то разработкой, вот, ну и дальше пишем обо всех группах. Репортаж также снимаем об этом, мы выкладываем во всем нашу группу. Дарья, расскажите, пожалуйста, о том, какие, кто еще из участников, какие работы свои представят, что интересного будет. Вот Денис нам рассказал, было жутко интересно, что еще? Хорошо. Один из участников, Максим, представляет ветрогенератор, но это не обычный ветрогенератор, он его сам разработал, и он в несколько раз больше из ветра получает энергию, вот, и может работать при малых скоростях ветра. Вот, также еще одна из участниц, Виктория, она представляет систему новую, по которой можно определить туберкулез и в будущем спасти больше жизней, вот. То есть, я так понимаю, большинство работ направлены на то, чтобы как-то помочь людям, на медицину, на разработку, продолжить? Да, 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 в основном ученые помогают людям, вот. Еще какая-то интересная работа будет? Еще у нас вот сколько-то участников осталось? Еще, еще у нас осталось, да, четыре участника, еще будет парень, который разработал стабилизатор текста, ну, вот, понимаете, когда вы едете в автобусе, вы читаете текст, и он у вас шатается вместе с айфоном, или, да, в чем вы там читаете. А он стабилизирует текст, текст остается на месте, несмотря на то, что ваша рука дрожит, и телефон шатается. Это, кстати, тоже направлено, я думаю, больше даже на медицину, где-то в какой-то степени, в какой-то степени, потому что я вот человек, который любит читать в транспорте, и знаю, как это раздражает зрение, и это, на самом деле, пагубно потом влияет на, и усталость глаз появляется, и, на самом деле, снижается, может быть, от этого зрения, поэтому тоже все очень полезно. Спасибо большое, Дарья, за интересную информацию. Ну, что ж, я напомню, что сегодня состоится битва в молодежном центре «Пилот» у нас, да, в 7 часов вечера, ничего не путаю, да, в 7 часов вечера. Прийти может каждый, скажите, вот. Да, 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 прийти может каждый, абсолютно любого возраста, вход абсолютно свободный. Все, отлично, здорово. Кто хочет, кто пожелает посмотреть, чем же живет сейчас и дышит наука, приходите, обязательно поинтересуйтесь, что происходит в этом мире. Спасибо за внимание. Спасибо большое.